Библейский портал экзегет.ру представляет Третье послание Иоанна для библейского портала экзегет, читаю свой собственный перевод. Оно похоже очень на первое и второе, но отличается одним. Это личное послание, и мы понятия не имеем, кому он пишет. Хотя это явно какой-то отдельный, конкретный человек. Первое послание было вообще всем христианам, второе, то ли всем христианам, то ли одной конкретной общине. Мне кажется, скорее второе, одной конкретной общине. А третье руководителю этой общины, той же, которая была во втором, другой мы не знаем. Имя у него Гай, одно из самых распространенных римских имен, поэтому ничего о нем не скажешь. И себя Иоанн называет старейшиной. Я напомню, что вот папа Иерапольский говорил о старейшине Иоанне, наряду с апостолом Иоанном, возможно, это автор этих посланий. Но, опять-таки, напрямую мы не знаем, кто и как. Имя Иоанн довольно широко распространено. А по стилю, конечно, очень похоже послание все на Евангелие. Я, старейшина, пишу возлюбленному Гаю, которого воистину люблю. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты был во всем благополучен и здоров, как и душа твоя благополучна. Как я был рад, когда пришли братья и принесли о тебе истинное свидетельство, и ты поступаешь поистине. А еще большую радость доставила мне весть, что и мои дети поступают поистине. Возлюбленный, ты проявляешь свою веру в делах по отношению к братьям, даже и незнакомым тебе. Они свидетельствовали перед всей церковью о твоей любви, и ты прекрасно поступишь, если по-божески достойно снабдишь их на дальнейшую дорогу. Очевидно, идет речь о каких-то посланниках, которых он, собственно говоря, хорошо принял, и дальше он их проводит с дарами, с средствами на дальнейшую дорогу. Видимо, вот то самое общение между разными поместными церквами, которое мы здесь видим засвидетельствованным, оно было как раз при помощи таких людей, которые отправлялись в путешествие, преодолевали расстояние и приносили свидетельство какой-то личной своей любви, какого-то личного отношения. Ведь они отправились в путь ради имени его, и ничего не брали у язычников. Мы должны поддерживать таких людей, тем самым мы тоже потрудимся ради истины. Вот соучастие в их подвиге, в том числе материальное соучастие, их какая-то поддержка деньгами и всем остальным, это труд ради истины. Я кое-что написал для церкви, но нас не принимает Диатреф, тоже ничего не знаем, вот какой-то Диатреф их противник, кто это, который стремится быть у них на первом месте. Вот сразу проблема лидерства, да, вот два лидера, Гай, с которым Иоанн в ладах, и Диатреф, с которым нет. Все, что мы знаем об этих людях, которые, соответственно, Диатреф хочет быть на первом месте. Так что я, если приду, напомню ему о его собственных делах, он своими злыми речами нас порочит. Но и этого ему недостаточно, он и сам не принимает братьев, и не дает их принять тем, кто хочет, даже изгоняет таких из церкви. Вот разделение, которое он вносит совершенно новыми красками, начинает звучать увещевание Иоанна о любви, о любви к брату, как свидетельстве о любви к Богу, которое в первом послании так широко и подробно развернуто. Вот конкретный пример, да, Диатреф некий вносит разделение в христианскую общину, значит, он не познал Бога, значит, в нем нет любви к Богу. Возлюбленный, подражая не зло, а добру. Кто творит добро, тот от Бога, а кто творит зло, тот Бога не видал. А Дмитрий дает доброе свидетельство все, в том числе и сама истина, и мы тоже свидетельствуем, а ты знаешь, что наше свидетельство истина. Дмитрий третий человек, о котором мы ничего не знаем. Зачем нам эти подробности? Ну, наверное, чтобы помнить, что речь идет не просто о каких-то древних общинах, каких-то абстрактных идеях, какой-то вот церкви с большой буквы, которая, да, есть, но какая она и кто там, мы не знаем ничего. Это люди, церковь — это люди, первые христиане — это люди, причем самые простые имена Гая, Дмитрий, ну, Гая сегодня нету, а Дмитриев полно, но в древности Гая очень распространенное имя. Вот кто угодно, Иван Петрович, Мария Васильевна, вот такие простые люди, с которыми, смотрите, этого старейшины, апостола Иоанна связывают какие-то очень тесные личные отношения. Более того, эти отношения выходят далеко за рамки писем. «Я много мог бы тебе сказать, но не хочу обходиться бумагой и чернилами. Надеюсь, скоро тебя увидите и поговорить лицом к лицу. Мир тебе, друзья приветствуют тебя, и ты приветствуй друзей всех поименно». Церковь — это когда все поименно, когда все друг другу дороги, не как абстрактные единицы народного хозяйства или народного населения, а как личности, с каждым из которых свое какое-то особое складывается отношение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!